Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И второй проект, собственно, это вот система StarkNG, потоковой обработки платежей, о которой хочу сегодня вам рассказать, когда у меня будет пультик. Вот. Дальше надо, наверное, как-то листануть. Мне пока что нечем. А? А, вот, да. Да. Собственная история. Отдел compliance. Чем занимается compliance в банке? Compliance это структура, которая обеспечивает работу банка, обеспечивает соответствие работы банка имеющимся законом, таким как всякие требования центра банка, Росфин-мониторинга и так далее. В частности, для отдела compliance в банке у нас была разработана такая система, Legacy-система, которая называется Stark. Это рабочее место офицера compliance, в котором он может как бы одобрять или запрещать платежи, если они не соответствуют требованиям законодательства. С течением времени количество платежей росло, требования там всякие усложнялись, но при этом было ощущение, что большая часть платежей может обрабатываться автоматически. И вот эта система Stark начала обрастать автоматической логикой обработки. Под капотом у системы был и есть Microsoft SQL Server. Соответственно, вся эта логика реализовывалась на транзакт SQL. С этим, собственно, сложности, потому что тестировать сложно, модифицировать сложно. Но самая главная сложность в том, что в позиции человека, который занимается развитием и модификацией системы, эта позиция должна совмещать две ортогональные совершенно компетенции. Одна – это бизнес-компетенция. Он должен хорошо знать, как обрабатывать платежи, какие законодательные нормативы есть на эту тему, где взять данные и так далее. Первая. А вторая техническая часть – он должен хорошо знать, как работает Microsoft SQL Server изнутри, потому что, например, при модификации процедуры, которая обрабатывает эти платежи, что-то сделано не так, статистики не обновились, планы поехали, обработка встала. Чтобы этого не происходило, человек должен быть своего рода уникальный. Хотелось от этого тоже отказаться, потому что в определенный момент он может стать узким, местом во всей системе. Требования к сложности правил обработки возрастали, требования к потоку платежей тоже возрастали. Платежей все больше, клиентов больше, сложность больше, а модификации системы, доработки дают все сложнее. Поэтому было принято решение вот эту часть системы автоматическую отселить и сделать ее по-новому хорошо. Вот так вот, собственно, было принято решение, такая предыстория вот этого проекта. Вот. Можно следующий слайд? И, значит, вот требования, какие появились к этой автоматической системе. Она должна высоко обладать высокой степенью параллелизма, но это легко достигается, потому что в целом обрабатываемые платежи, они абсолютно независимы, они друг с другом не связаны, это хорошо горизонтально масштабируется. Стабильное время ответа понятно, вне зависимости от какой-то нагрузки, система должна отвечать примерно одинаково, потому что есть жесткие ограничения на время ответа. Максимальная наблюдаемость системы. Legacy-система разрабатывалась в те годы, когда про мониторинг не сильно много думали. Мы бы хотели этого избежать, мы хотим видеть, что происходит, и максимально быстро реагировать, если что-то идет не так. Поэтому нам важно, чтобы система для нас была прозрачной. Легкая, быстрая модификация правил. Имеется в виду, что сейчас мир стал сложнее, всякие схемы мошенничества новые появляются, которые мы в том числе должны выявлять с помощью как раз наших правил обработки. И эти штуки довольно быстро меняются. То есть мы должны иметь возможность выкатывать новую логику быстро и легко. Возможность ретро-тестирования. О чем здесь речь? Здесь речь о том, что хорошо бы иметь возможность перед выкаткой новой версии системы проверить работу вот этой новой версии на истории и сравнить с тем, как отработала уже существующая система, чтобы понять, эти правила наши лучше, хуже, насколько лучше и так далее. Какие-то метрики по ним можно вывести и посмотреть. Если все нормально, то выкатываться в прот. Обновление беспростое, понятно. Бизнес не должен страдать из-за каких-то технических вопросов, которые мы там решаем или не решаем. Ну и масштабирование ясно, потому что количество клиентов растет. Мы должны на это реагировать. В частности, например, у нас был такой пример, что мы так получилось, что в реальный прот мы вышли 24 февраля. И в общем вот в эту дату она ознаменовалась еще и тем, что у нас резко увеличилось количество клиентов относительно нормального нашего количества. То есть у нас при выходе в прот у нас сразу резко получилось такое стресс-тестирование. Вот. Можешь следующий слайд? Значит, как происходит обработка платежей? Ну, собственно, платеж приходит, мы получаем данные об этом платеже. Там клиент А переводит клиенту Б такую-то сумму, цель платежа такая-то. Ну, условно. Для принятия решения о том, что делать с этим платежом, этой информации недостаточно. Нужно обогатить эти данные. Например, входит ли этот клиент в список каких-то террористов, которые мы извне получаем там и так далее. Участвует в каких-то схемах. Вот. Обогащение данных. Также для принятия решения модели о пропуске платежа или нет, важно, чтобы модель где-то хранила свое состояние. Что я имею в виду? У нас, например, есть такие сущности и ограничения, как то, ну, например, нельзя снимать в банкомате больше, чем там 100 тысяч рублей там за день или там за 5 дней, неважно. Вот такие ограничения, они подозревают то, что для клиента должны вот эти вещи, они где-то сохранятся. Это тоже хранится вот в левой части и как бы передаются в модель с помощью вот обогащения данных. Это все мы как бы подтягиваем. Дальше идет обработка моделью. И, собственно, модель выдает ответ, который мы выдаем внешним системам. Можешь следующий слайд? И мы вот таким образом разделили нашу систему на несколько частей, на две. Первая – это платформа, это то, что занимается сбором, агрегацией данных и так далее. То есть здесь вся техническая часть сосредоточена. И вторая часть – это модель, где чисто бизнес-логика. Там ничего нету другого. И нам еще хотелось бы, вот в требованиях, забыл про это написать, сейчас расскажу. Нам бы хотелось сделать так, чтобы модель могли писать люди, которые хорошо знают бизнес, которые хорошо знают данные. Для них главный язык – это в основном Python. То есть как бы вот то, что нам представлено в зелененьком квадратике модель, это чисто просто функция на Python, у которой есть вход, на который подаются все данные, какие нужны для обработки. Ну и выход, собственно, где она выдает свое решение и обновленное состояние по данному клиенту. Все, модель ничего не знает, откуда берутся данные, как их сохранять, что там быстро, не быстро, индексы не иные. Вообще ей это все не важно. Это чистая функция, которая что-то получила, что-то посчитала и ответила. Все остальное делает платформа. Еще в качестве как бы такого подкапотного двигателя всей этой штуки мы выбрали Apache Ignite, сравнивали разные системы. Выбрали Apache Ignite. Почему выбрали Apache Ignite? И что это вообще такое? Apache Ignite – это проект, стартовавший в 2007 году компанией GridGain. Начиналось это все дело просто как распределенный кэш, key values, хранилище, которое постепенно со временем обрастало кучей функционала. Там сначала появилась возможность сохранять данные на диск, то есть персистентные кэши какие-то делать, подключать внешние источники данных, потом там появились различные структуры с этой очереди, там всякие атомики в рамках кластера и так далее. Можно там делать подкластеры, которые будут делать вычисления там, где лежат данные. Появился сиквел, появилось машинное обучение. В общем, это такой как бы швейцарский ножик в мире обработки данных. Вот это очень понравилось. Я расскажу позже, почему нам, нас это в какой-то момент спасло. Вот, собственно, выбрали почти гнать. Можешь следующий слайд? Архитектура, в общем, довольно простая. У нас есть быстрые источники информации, в качестве них выступают очереди. Собственно, по ним мы получаем данные о платежах, сами платежи и туда же отвечаем. Есть медленные источники данных. Это Data Lake с различными витринами, которые не в реальном времени строятся, обновляются там раз в сутки, раз в час. Мы по готовности их к себе подтаскиваем. Есть имеющаяся уже система. Она здесь почему показана? Потому что не все можно обработать автоматически. Автоматика покрывает там, ну, 98%, 99%. Честно, цифры не помню. Ну, много, но не все. Есть спорные моменты, где нужно участие человека. Поэтому, когда модель отвечает, что я не знаю, что с этим платежом делать, эта информация передается в Legacy систему, где человек, compliance офицер, может посмотреть всю историю по этому клиенту и принять решение, что с этим платежом делать. Вот, собственно, вот так вот это все устроено. Можно следующий слайд? А так это выглядит схема развертывания. У нас как бы вся система разделена на три такие большие блока, каждый из которых имеет свой релизный цикл, свое назначение и так далее. Первый, самый фундаментальный, это серверные ноды Ignite. Вот они наверху показаны. Это самый такой фундамент нашей системы. Эта штука практически, релизный цикл у нее очень длинный. То есть мы редко делаем диплой. В основном это обновление версии, либо там добавление какой-то ноды в кластер, либо удаление там и так далее. Вторая и третья часть – это клиентские ноды и ноды моделей. Это все работает в кластере Кубера. Клиентские ноды – это то, где реализована логика платформы. Собственно, это то, что общается с внешними системами, обогащает данные и передает, собственно, все это интерфейс, осуществляется с моделью. А модель – это, собственно, вот эти функции, как аналог, наверное, лямбда-функции от Амазона. Просто некая чистая функция, которая диплоится в кластеры, там как-то масштабируется в зависимости от нагрузки и выполняет задачи по применению вот этих правил к платежам. Можно следующий слайд? Что из себя представляет клиентская нода? На самом деле и нода модели то же самое. Это приложение, которое реализует логику, обвешано со всех сторон сайдкарами в виде вот Filebit, Alert Manager, CubeState Matrix и Prometheus. Filebit – отгружаем логи, Alert Manager как бы сигналим, если что-то у нас пошло не так, состояние пода, ну и Prometheus как бы метрики все нам доступны. В environment, в котором все это дело крутится, там, значит, у нас куча технологий. Это и сейчас уже становящиеся постепенно legacy системами IBM MQ, потому что сейчас в связи с ограничениями лицензионными многие компании от этого отказываются, но как бы еще вот это используется. На замену ему приходит Active MQ Artemis, ну Kafka, Slack, в котором мы, собственно, читаем все наши сообщения от Alert Manager, ИЛК, понятно, посмотреть логи, ну и графана через Prometheus нам доступны метрики, в которых мы понимаем, что у нас как работает. Можно следующий слайд? По производительности мы тестировали в банке, ну как бы понятно, что в крупных организациях есть принятые в организации решения, например, каким образом разворачиваются кластеры кубера. Вот у нас в банке кластеры решения от VMVaria. Мы его потестировали, оно нам не подошло, потому что среднее время ответа за счет вот этого их балансировщика NSX стандартным образом в банке настроенного нас не устроило. Мы развернули свой кубер на виртуалках, и там время нам показалось более приемлемым. Поэтому в плане разработки такого рода систем важно посмотреть, что есть, и как бы подходит это, не подходит. И как бы тезис по максимуму использует то, что есть. Это всегда здорово, потому что не нужно самим ничего делать. В данном случае у нас, к сожалению, не получилось. Для наших задач это не подошло, но вот на собственном кластере все нормально. А можно следующий слайд? Теперь, значит, по конфигурации всей нашей системы. Серверные ноды платформы – это те ноды, на которых, собственно, хранятся данные, работает Apache Ignite. Они, в общем, вот такие. Ну, минимум, понятно, два экземпляра, чтобы хотя бы какая-то отказоустойчивость была обеспечена. На данный момент у нас пять нод. В каждой ноде восемь процессоров, 32 гигабайта памяти, 250 гигабайт SSD. В целом мы на этом хорошо работаем. Как бы справляется. Отказоустойчивость всей вот этой шарманки обеспечивается средствами Apache Ignite. То есть он сам следит за тем, чтобы данные были доступны при недоступности каких-то нод. Можно следующий слайд? Кластер Кубера для платформ и моделей. Ну, собственно, вот такой тоже видно, что не мега мощная система. Вот. Это с учетом того, что мы тестировали, можно любую ноду. Ну, мастер нода, понятно. Воркер ноду можно прибить. У нас как бы ресурсов хватает на то, чтобы все работало. Следующую ноду можно… Ой, следующую страницу. Клецки, поды, платформы и модели. Ну, понятно, надо, чтобы хотя бы один экземпляр был запущен, чтобы обработка как бы шла. И для них характерно то, что они не хранят состояние. Можно… Они все одинаковые. Можно их как угодно масштабировать в зависимости от нагрузки. Ну, и, собственно, отказоустойчивость в данном случае обеспечивается средствами кубернетис. Следующий слайд. Важная вещь, что при применении Apache Ignite посмотреть, как он работает. Нужно собирать метрики, чтобы было видно, что происходит с кластером. Метрики были переписаны, по-моему, два или три релиза назад в версии Ignite. И там сейчас стало прям все очень хорошо. То есть там можно посмотреть, ну, не знаю, как он левой рукой правую пятку чешет буквально этот Ignite. То есть он вываливает очень много. Мы используем GMX Prometheus Exporter, но фильтруем, что он забирает. Все как бы… Все не отдаем, потому что мы просто не успевали забирать все метрики, которые мог предоставить Apache Ignite. Ну и, собственно, мы смотрим несколько метрик по кластеру. Вот они здесь показаны, разочитывать не буду. Просто кому интересно, вы можете потом посмотреть слайды. Это, в принципе, вот этих метрик по кластеру, по нодам и по кэшам. Дальше на следующих слайдах будет. Их в целом достаточно, чтобы вот прям вот просто ты посмотрел, и тебе понятно, работает что-то или нет. Если нет, то тоже понятно, как чинить. Можно следующий слайд. Вот это по нодам метрики и еще следующий слайд. Там будут по кэшам метрики. Вот такие вот. В принципе, этого хватает, чтобы понимать, что с системой творится. Можно следующий слайд. Технологии, какие мы использовали при разработке нашей системы. Ну, на платформе это Apache Ignite, понятно. Начинали мы с 8-й Java, потому что изначально Ignite написан на 8-й. И как бы вот решили, чтобы нас как можно меньше проблем смущало. В общем, стартовать с того, на чем он был написан. Потом перешли на 11-ю. И буквально недавно перешли на 17-ю. Кажется, что вроде как переход простой, но на самом деле с точки зрения вот именно инфраструктурных вопросов, такие переходы не всегда получаются нормально, потому что, ну, например, в 17-й Java там сильно усилили шифрование. Если у вас есть какая-то керберосавторизация с какими-нибудь кавками там и так далее, с этим могут быть проблемы. То есть, как бы вроде кажется, просто поменял Java и все помчали, но не всегда это так. Spring, IBM MQ, это технологии как бы всем известные. Active MQ, Kafka, ну, тут все понятно. Hive у нас для доступа к витринам Data Lake. Модели, значит, что про них можно сказать? У нас изначально мы стартовали как бы с пониманием того, что, а, мы хотим, чтобы модели были написаны на питоне, модели обработки платежа, и, б, мы ничего не хотим знать, как это куда-то в какой-то кластер, как это выкладывается, как это масштабируется и так далее. У нас в банке есть такой продукт, который называется MRM Tool. Эта штука очень похожа на Amazon Lambda функции, просто это, ну, как бы ты в гид кладешь условно файлик, который на вход rest, на выход rest, и все, дальше ты про это забываешь. Он сам уезжает в кластер, как-то там это масштабируется, по какому-то endpoint тебе доступна эта функциональность, ну, как бы вот ты этим можешь пользоваться. Стартовали именно потому, что можно было запуститься сразу, не тратя время, потому что было куда еще время потратить. Но у них очень сложная модель диплоя была, поэтому мы сначала попробовали Py4Java, а потом перешли на Flask, который нам показался наиболее удобным. Меньше модификаций нам пришлось делать, и сейчас все вот оно работает, и именно диплоится, именно так, как нам это нужно, потому что у них очень сложная, это общебанковский проект, вот этот MRM Tool, и там сложная какая-то система версионирования, какие-то свои конвейеры, которые под себя никак не подстроить. В общем, мы перешли на свое собственное, сейчас вот как бы вот так. Естественно, как язык используется Python. Всякие правила машинного обучения, они готовятся в Data Lake, ну, и там целый зоопарк технологий, Python, Spark, PySpark, ну, вот все как бы вот это вот. Можно следующий слайд? А можно следующий слайд? Способы доставки платформы и моделей на прот. Ну, везде максимально типовые варианты мы используем. Это типовой CI-CD у нас в банке, как стандарт принято, там ничего такого нету. Естественно, все должно быть автоматизировано, потому что как только у вас где-то используется кубер, без автоматизации, ну, там повесишься примерно на второй минуте. Вот, разворачивается все средствами платформы, без простоя, нажал на кнопочку, все уехало на прот. Понятно, что есть тесты, версионирование там и так далее. Единственное отличие для ML, всяких вещей, которые работают в Data Lake, в том, что как бы это зона ответственности смежной команды, поэтому обязательно ревью от команды Data Lake. Можно следующий слайд. Теперь, с чем мы столкнулись? Когда у нас есть готовая система, как выходить в прот? Как сделать так, чтобы для бизнеса это было прозрачно, незаметно и все. Вот у нас как бы имеющаяся система работает вот таким образом. Есть входная очередь, по ней мы какие-то платежи получаем, есть имеющаяся система, и она что-то отвечает на выход. Все хорошо, все довольны, но мы хотим новую систему подключить. Как это сделать? Можно следующий слайд? Мы берем и как бы делим входную очередь на две и запускаем новую систему в параллель со старой. При этом игнорируем полностью результаты работы новой системы. Но мы знаем, что у нас и в имеющейся системе, и в новой системе мы, естественно, все сохраняем, банки все сохраняют. То есть какой платеж был, какой платеж был от старой системы, ответ на платеж, какой был в старой системе, ответ на платеж, какой был в новой системе. У нас есть возможность сравнить, данные на вход одинаковые, выход у нас есть и там, и там. Мы можем посмотреть и понять, насколько новая система соответствует ожиданиям все ли в ней так, хорошо ли она работает или нет. Если как бы нет, мы имеем возможность подкрутить там эти правила, там модели поправить, еще что-то сделать, чтобы они стали, ну как бы, наиболее близки по функционалу друг к другу. Потому что понятно, что правила там не вида такого, что там 2 плюс 2 равно 4. Там какие-то евристики, где-то там такие лимиты, где-то другие, что-то по-разному считается. То есть это такой вот ответ, скорее, больше статистически посмотреть, там похоже, не похоже, распределение ответов, новой в старой системе. А можно следующий файл, следующую картинку? Когда мы убедились в том, что новая система работает не хуже, чем старая, мы просто берем от старой системы, отключаем очереди, а выходную очередь новой системы переключаем на реальную боевую очередь. Этот процесс занимает, ну реально в проде это занимает, ну может быть там, ну блин, несколько секунд. Вот. И таким образом мы не аффектим никого. То есть работала старая система, в какой-то момент стала работать новая система. Вот этот подход, мне кажется, он вполне логичный и удобный, потому что это не аффектит бизнес. А можно следующую картинку? Теперь хочу рассказать о проблемах, с которыми мы столкнулись в процессе работы, разработки этой системы. Их основных две. Это, как оказалось, у нас могут случаться массовые платежи от одного клиента. Клиенты это обычно юридические лица, типа Ozone, Wildberries, Яндекс, ну и так далее. Здоровые компании, в которых какая-то автоматика раз в сутки, раз в неделю, не знаю, там два раза в месяц, выплат зарплат, там не знаю что, они совершают массовые платежи, там десятки тысяч платежей приходят вот одномоментно. Ну и вторая проблема Splitbrain в кластере Apache Ignite. Об этом тоже расскажу. Можно следующую картинку? Как обычно работает система? Платежи, они друг от друга никак не зависят. То есть разные клиенты что-то делают параллельно, никто никого не цепляет, все довольны. У нас там сколько угодно потоков может быть, мы запускаем столько, чтобы нам хватало обрабатывать текущую нагрузку. А можно следующую картинку? Что случается, если у нас приходит один и тот же клиент, как вот в случае я рассказывал, есть ли там какой-нибудь Яндекс или Озон делают платежи. У нас есть сущность для клиента, которая хранит всякие состояния. Ну, например, там сумма переводов за пять предыдущих рабочих дней. Там сумма, не знаю, переводов на счет по маске вот такой-то за какой-то период. Там куча разных агрегатов, которые считаться должны в рамках одного клиента строго последовательно, иначе будет как бы неправильно считаться. Ну, условно, там у тебя есть 100 рублей, ты берешь, переводишь сначала 50 и потом еще 50. Если это все пришло в один момент, если не блокировать, то у тебя первый поток взял 100 минус 50 и второй 100 минус 50. У тебя 50, а по факту переведено 100. Как бы это неправильно. Нужно лочить такую информацию, чтобы правильно получать цифры. Вот в случае, если приходит массово куча платежей, у нас получается такая картинка, что вот сколько бы мы потоков не накидали, хоть там тысячи, две тысячи, ну, там в реальный случай приходит 50 тысяч платежей. То есть это что? 50 тысяч потоков, при том, что они будут все работать последовательно, потому что они ожидают вот этих вот данных, которые должны последовательно обрабатываться. Подход плохой. Сколько бы мы не сделали потоков, это не поможет. Это еще не самое плохое, потому что для юридических лиц, для них в целом не важно latency, то есть понятно, что здесь они так, как они последовательно, в одну секунду никто не ответит. Они там как-то обработаются. Но им важно, чтобы за сегодня это было обработано. А вот для физических клиентов, когда ты там в телефоне что-то отправляешь, куда-то деньги, тебе важно, чтобы ты сразу получил ответ. И вот если вот пришел такое юридическое лицо, которое осуществляет такую кучу платежей, то пока он не обработается вот по этой схеме, физики вообще обрабатываться не будут. Все остальные вообще в очереди стоят и как бы у всех ничего не происходит. И вот тут как бы я вернусь к вопросу, как нам помог Apache Ignite. В Apache Ignite, так как это такой швейцарский ножик, там есть прям структура данных, которая называется распределенные очереди в рамках кластера. И вот как раз этим он нам и помог. А можно следующую картинку? А можно следующую картинку? Видимо нельзя. А вот. Мы ввели два счетчика клиент in flight counter и lock time. Lock time считает время залочки вот этих чувствительных для клиента данных. Если какой-то поток понимает, что данных залоченных слишком много, это значит, что где-то работают другие потоки, которые как бы захватили эти данные. Вот если это время превышено, либо текущее количество платежей во всей системе превышает какой-то порог, мы считаем, что это пришел такой сложный клиент, который массово платежи отправляет. И мы его просто берем, не обрабатывая, не ожидая ничего. Все следующие платежи мы отправляем в эту вот отложенную очередь. При этом мы не блокируем всю остальную обработку. Клиенты B, C спокойно на остальных потоках живут. Когда эта очередь полностью для этого клиента обрабатывается, как бы все эти счетчики оказываются сброшенными и как бы следующий платеж от клиента, он идет без всякой очереди, что стандартным образом. Потом опять как только навалило, раз в очередь пошло, вышло. То есть такая система как бы адаптируется к такого рода нагрузке. Вот в этом нам как раз помог Apache Ignite, потому что там есть такие структуры данных, которые можно для этого использовать. А можно следующую картинку? Теперь про Split Brain, что хотелось бы рассказать. Это вообще сложная ситуация, потому что выходить из него достаточно проблематично. То есть обычно это либо повторная какая-то обработка данных, которые были испорчены. В общем, восстанавливаться сложно. Что из себя представляет Split Brain? Split Brain представляет то, что кластер разваливается на две части, связь между которыми потеряна, но внутри этих частей ноды нормально связь поддерживает. Вот здесь показано распределение данных в кластере. Как Ignite хранит данные? Он в конкретном кэше, он бьет содержимое на, по умолчанию, тысячу партиций и распределяет их по кластеру. Для кэша можно задать, сколько бэкапов дополнительно к основному набору данных хранится. Вот здесь они. Есть показана ситуация, когда одна мастер партиции, две бэкап партиции. Вот он как-то так вот их размазывает. Можно следующую картинку. И при выходе вот этих вот нод 1, нод 2, они не видят ноды 3 и 4, а ноды 3 и 4, соответственно, не видят ноды 1 и 2. Но при этом связь между 1 и 2 сохранена и между 3 и 4 сохранена. Эта ситуация бывает, когда, например, у вас кластер размазан по нескольким дата-центрам. Просто связь между дата-центрами пропала и локально живут две половинки кластера. В данном случае мы видим, что на каждой половинке у нас присутствуют все данные, которые нужны для работы. Ignite не будет работать только в том случае, если какой-то партиции для кэша нет. Тогда он скажет, кэш недоступен. Все. В данном случае мастер партиции, если исчезает, то если доступна бэкап, она помечается как мастер и продолжаем дальше работать. В данном случае это 100% сплитбрейн будет. А можно следующую картинку. Более сложный вариант, когда у нас 5 нод. А можно перелеснуть? Да. Вот такая ситуация. Тоже данные размазаны по кластеру таким же образом. И кажется, вроде бы у нас одна мастер партиции, две бэкап партиции. Кажется, что если две ноды выходят, то на них никак не соберется всех данных, потому что как бы есть 100% где-то, вот три остальные ноды, на которых будут лежать и мастер, и вот два бэкапа. То есть при любых раскладах у нас все хорошо. На самом деле это не так. Можно следующую картинку. Вот если мы посмотрим, выйдут ноды 1 и 2, мы видим, что партиции 3 на этой половинке нет. То есть в данном случае все хорошо. Никого сплитбрейна нет. Левая часть ноды 1 и 2, они просто как бы не работают. Та часть все работает, все нормально. Ну, а можно следующую картинку еще. Если, например, выйдут из кластера ноды 1 и 3, мы видим, что здесь у них полный набор данных. Можем собрать. И это все нормально. Отличный сплитбрейн. То есть ноды 2, 4, 5, один кластер, ноды 1 и 3, второй кластер, работают параллельно. Такие штуки, они зависят от чего вообще возможность сплитбрейна? Она зависит от того, от конфигурации кластера, сколько нод в кластере? Раз. И как настроены бэкапы для кэшей? Два. Ну и три, соответственно, распределение партиций по нодам. А можно следующую картинку? Вот здесь вот приведены вероятности сплитбрейна для наихудшего сценария. Наихудший сценарий, это когда, ну понятно, что при конфигурации, вот, например, 5 нод и одна мастер и два бэкапа. Это как бы говорит о том, что количество вариантов распределения партиций по нодам, оно равно количеству, ну, c из n пока, где n это количество нод, а k это количество копий данных, в данном случае 3. Вот. Количество, в общем, оно вот так считается. И как бы понятно, что для 4 нод это 100% при такой конфигурации, для 5 нод 50%, для 6 нод 20%, а для 7 такой вероятности нет. То есть если будет 7 нод с такой конфигурацией, то никого сплитбрейна не произойдет. Еще раз повторю, что это для худшего варианта. Худший вариант, когда количество, ну, когда выбрано одно сочетание из всего возможного набора. То есть вот, допустим, ну, все данные, все партиции распределены по одному паттерну. Ну, в случае, например, 5 нод для одной мастера и двух бэкапов количество паттернов распределения партиций равно 10. Ну, это цель с n пока, в общем-то, собственно. Если один из них присутствует на всех партициях, то вероятность будет 50%. Если больше, то она, соответственно, снижается. Если данные вообще распределены, ну, то есть все возможные размещения такие вот присутствуют в кластере, то вероятность будет нулю равна. Но этого размещения сложно добиться, потому что этим рулит сам Ignite, и нельзя сказать, как данные конкретно распределены в данный момент. Вот. Собственно, вот так вот с этим бороться, количество нод, настройки, размещения данных. Этим размещением данных можно рулить, ну, так вот условно, там одну ноду выдернуть, подождаться ребаланса, включить, он опять что-то там перемешает. Ну, такой периодический слом и кластер, чтобы он перераспределил данные. Но 100% гарантировать нельзя, потому что этим занимается Ignite, что он там под капотом делает. Сложно сказать. Можно следующий слайд? Последнее, значит, о чем хотел рассказать, так как мы, как бы, ну, все-таки, чтобы не отрываться от земли, мы простые крестьяне, пишем код. Хотелось бы показать пример, которого, собственно, в документации по Ignite нет, ну, на который наткнулись и успешно используем. В Ignite есть такая штука, которая называется ScanQuery. Эта штука используется для того, чтобы из кэша выбирать данные, используя какой-то фильтр. Выглядит фильтр вот примерно вот так вот. Вот он там, один функциональный интерфейс, там, значит, метод apply. Он смотрит какое-то поле, если там больше 100, то return true, это значит, что эти данные вернутся клиенту. Return false, значит, что данные клиенту не вернутся. Вот эта вся штука, вот этот код, надо, важно тут, что он работает не на клиенте, он работает на каждой серверной ноде. В этом его плюс. То есть фильтрация осуществляется не так, что все скачали себе и здесь что-то фильтруем. У нас ни памяти не хватит, ничего не хватит. Это все работает локально и параллельно на вот этих вот нодах Ignite. Ну и, собственно, вот в ScanQuery, используя фильтр, вот он вернет курсор, по которому можно по данным по этим пройтись. А следующий можно кадр. Вот. Ой, предыдущий. Вот так вот можно сделать удаление данных из кэша. Мы инжектим, на каждой ноде будет подставлен соответствующий класс, объект класса вот этого Ignite. Вот. И выполнен вот этот вот фильтр. Но в фильтре при совпадении условия мы делаем не return true, типа возвращаем какие-то данные, флаг, что мы возвращаем эти данные, а мы просто удаляем как бы по данному ключу эту запись. И всегда возвращаем false, потому что нам на клиенте данные не нужны. И тогда вот этот вот запрос, он будет как бы удалять данные в кэше очень быстро, потому что это все как бы работает локально на нодах, вот этот фильтр. И он там отрабатывает. Мы так вот чистим в кластере, например, ту информацию, которая как бы нам больше не нужна. Вот. Собственно, следующий слайд. Резюмируя все, я хочу сказать вот что. А основные как бы, что хотелось бы вот по результатам работы над этим проектом высказать. Что вот, ну, стандарты, стандарты. Вот это главная штука. Чем это хорошо? Тем, что как бы грабли уже все там собраны. Вероятность наткнуться на какие-то новые, она довольно мала. И есть возможность использовать уже принятые стандарты в организации. Ну, например, что касается различных мониторингов, логирования, там метрики и так далее. Вы просто подключаете, вы не пишете ничего сами. Вы берете готовое, что уже есть, у вас оно через пять минут начинает работать. Это очень удобно. Не надо свои велосипеды изобретать. Если что-то есть, надо использовать то, что есть. Правильный выбор технологий. Ну, как бы вот с Ignite мы не ошиблись, потому что вот эта система, когда вот массовые платежи мы обрабатывали, нам очень помогло, что изначально было ощущение, что нам понадобятся такие распределенные структуры данных, которые есть в Ignite. И они нам реально понадобились. То есть мы эту проблему решили, не переписывая с нуля вот такой вот код. Использование принятых в организации практик разработки, ну, понятно. Это вот то, что касается, не знаю, того же самого диплоя, принятых там средств мониторинга и так далее. Тестирование применимости в конкретном проекте. Тут как бы как пример то, что вот у нас есть, кластеры в мварь, ну, вот нам он не подошел. То есть решение нужно брать, но проверять, насколько они вам реально для вашего проекта хороши и подходят. Ну, тестирование в режиме параллельной работы, это тоже вполне понятная штука. Это очень удобно, потому что при таком раскладе есть возможность исправить возможные проблемы системы до фактического аффекта неправильной работы на бизнес. А это очень опасно, потому что, ну, например, в комплайенсе, если что-то идет не так, штрафы там реально чудовищные для банка как организации. То есть тут, грубо говоря, какие-то, назовем это, косяки, они, не надо их допускать, это плохо. Вот, поэтому параллельно можно какое-то время поработать, все сравнить, как бы добиться удовлетворительных результатов, которые будут уже сразу видны, ну, и потом переключиться незаметно для бизнеса и продолжить работу. Вот, наверное… А следующий слайд можно? Мне кажется, что это последний. Да. Вот, наверное, все, что я хотел рассказать. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить. Спасибо. Очень интересная тема. И вопросов, я думаю, будет тоже очень много. Здравствуйте. Дмитрий. Удалось ли придумать какие-то мониторинги на возможность сплитбрейна? Вот вы подсветили, что сплитбрейн возможен в некоторых случаях. Да, возможно. То есть, например, в графане можно… И знаете, есть такая штука, он может текущую топологию показывать в метриках. И это все можно смотреть. И если, например, циферки поменялись, ну, условно, у вас 5 нот, стало 4, или там стало 3 и 2. То есть, вот за этим можно следить, да. Это можно все делать, настроить на это алерты и получать их в слаг. Вот как бы можно. Я, как понял из доклада, данные могут лечь так, что какие-то ноты выйдут из кластера и сплитбрейн произойдет. Да, совершенно верно. Это зависит от распределения. Так как распределением партиций в кластере занимается именно сам Ignite, это под капотом, это может меняться от версии к версии. У них нету, как сказать, ну, это как черный ящик. Вот он работает, как-то размазывает данные. Все, доступность обеспечена. То есть, я бы не полагался на то, что он вот именно так распределяет. Он может как угодно. Количество распределений посчитать можно. Можно для каждого варианта присутствия в кластере распределений посчитать эту вероятность. Она легко считается. Но надо понимать, что оно может быть любым. Каким будет, черт его знает, зависит от логики, которая в конкретной версии Ignite реализована. И то есть закладываться, я бы рассматривал так, что если вероятность больше нуля, то как бы это нужно что-то делать. Я из доклада вынес, что первое, Ignite независимо от нас распределяет. То есть, если мы поставили ему 10 нот, он в принципе… Это теоретически невозможно. Он в принципе может на 3 заселить, остальные не использовать. И у нас будет сплитбрейн, если выйдет 2 из них, да? Ну, да. Вот. То есть, нам важно, как данные уже легли. Ну, да, важно. В целом. То есть, мы конкретно, как они там легли, мы сказать не можем, но мы можем прикинуть для разных вариантов их размещения вероятность того, будет сплитбрейн или нет. Выполагаться на это тоже, потому что мы не знаем. Да, наверное, можно там порыться, посмотреть, где какие партиции куда легли, но это сегодня так, завтра он может переложить. Там, например, какая-нибудь нода мигнула, где-нибудь сетка, ребаланс случился, он все перераспределил. То есть, тут как бы я бы вот смотрел с точки зрения, если вероятность не нулевая, что-то с этим уже надо делать, потому что оно вполне реально. Ну, зависит от того. Тут же еще смотрите, какая штука. Сплитбрейн сам по себе, ну, это как бы, это просто свойства распределенных систем. Они вот так устроены. И тут надо смотреть, насколько вам вообще, ну, например, если вы можете потерять данные там за сегодняшний день, они не настолько важны. Возможно, у вас там какие-то метрики в обработке. Ну, там обрабатывали там 99,9% сегодня правильно обработанных ситуаций, а стояние 99,7%. Потому что, ну, а, не все клиенты в это время долбились, когда этот сплитбрейн случился. Б, там, возможно, платежи были, которые, как бы, ну, в плане у нас там платежи, про платежи, поэтому речь. Платежи, которые вообще ничего не нарушили. Там, как бы, они как прошли там, так и там. Ну, как бы, то есть, вот эти штуки, как бы, насколько вам важны ваши данные. Потому что, понятно, что данные, типа, важны, но не для всех систем важна вот стопроцентная гарантия того, что данные, как бы, вот прям для всего правильные. Есть какие-то штуки, которые, ну, там вот как-то вот чуть-чуть оно не сработало, но в целом все хорошо. То есть, если у вас такая система, то, может быть, сплитбрейн ничего не такого, просто там, ну, ноду отключили, ввели заново, часть данных чуть-чуть потерялась какая-то, ну, и ладно. Может, это ни на что и не повлияет. Потому что, ну, что касается платежей, например, во время сплитбрейна пришел там клиент, сделал платеж, а потом он месяц не ходит, ну, не делает платежи. Эти данные, которые, как бы, даже неправильно посчитались, они уже в историю все скинулись, они уже ни в каких правилах они уже не играют. То есть, как бы, система не пострадала, а хотя мы данные потеряли, а все работает дальше нормально. Может, наоборот, начал массово платить и все стало, как бы, плохо. Ну, то есть, в системе комплайенс допускается вот такая вот… Нет, как раз у нас не допускается. Я просто про то, что системы разные важны. Друзья, сплитбрейн очень тяжелая и длинная тема. Я вам предлагаю ее обсудить чуть-чуть попозже уже в дискуссионной зоне. А у нас еще есть вопросы. Пожалуйста. Кирилл Данилов, НСПК, спасибо за доклад. Там была отложена очередь. Я вот не совсем понял. Это создается под каждый конкретный случай, либо это все-таки статический набор отложенных очередей? Мы пробовали сначала создавать под каждый случай. К сожалению, вы знаете, это не очень работает, потому что динамически создавать, удалять не очень хорошо. У вас утечка метрик, наверное, была? Нет, просто он в какой-то момент, если много таких становится, а много может стать там, например, что-то с сетью где-то в кластере. Вот эти вот счетчики увеличиваются, и все идут в эту очередь. Это редко, но такое бывает. Вот. Значит, мы сделали просто, ну, как типа хэш-мапы. То есть у нас есть набор этих очередей, мы по хэшу вот ключа в какую-то очередь попадает, и там они просто набор воркеров по этим очередям работают, фиксированный набор очередей. А, понятно. Сейчас вот как бы так сделано. А если вы заранее знаете, что у юридических лиц и физических лиц совершенно разные, как бы, заказанные СЛВ для обработки их платежей, зачем их, в принципе, пытаться в одну систему запихать? То есть не проще ли сразу юридических лиц? А, это не от нас зависит. Мы в серединке цепочки обработки платежей. Вот платежи… То есть у вас нет признака юрик это или физик? Нет, есть, есть он, да. Есть. Так они проще сразу всех юридических запихивать в эти очереди и пускай они обрабатываются как смогут. Не все таким образом. Мы просто лишние ресурсы будем на туда-сюда, в очередь, из очереди. Таких лентов на самом деле не так много. Их там штук 10, может быть 15, которые вот прям реальные. Может под них завести 10 статических очередей и всех туда. А и новые появятся, если что делать. То есть динамика нужна, да? Плюс в том, что она сама понимает, когда надо в очередь, а когда надо как бы не в очередь. То есть идея была именно в том, чтобы система сама училась вот этим вещам. Понятно. Вы еще упомянули, что у вас кластеры Apache Ignite растянут на разные цоды, видимо, географически распределенные. А в чем смысл? Я помню, что даже у меня был простенький кластер, он умудрялся разваливаться в одном цоде. У нас капец. У нас очень сложно сейчас Ignite прибить. Мы специально прибивали ничего… А зачем кластер на несколько цодов? А если упало что-то? Нам надо, чтобы мы работали железно. Потому что, ну, не могу говорить почему, но нам нельзя падать, в общем, поэтому несколько цодов. В смысле сделать не на… ну, в смысле переключиться с одного цода на другой, но не достаскивать кластера патча Ignite. Кластер Ignite, наверное, очень чувствителен к сетевым проблемам. Нет, он как раз… Вот Ignite – это та штука, которую вот у нас сейчас убить очень сложно. Реально. Хорошо. Видимо, я отдельно вас помучаю. Хорошо, да, не вопрос. Много вопросов. Спасибо. Что знаю, расскажу. Да, спасибо. Так, у нас еще есть там вопрос. Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня вопрос. У вас был слайд, который я не понял, как вы его объяснили. Вы говорили про разделение кластера, но ведь все вроде бы решается формулой N пополам плюс один и вроде бы сплитбрейна не должно быть. Те, кто выпал, они не могут собрать кворум. А там не по кворуму решается эта штука. А можно вернуться на тот слайд и объясните, пожалуйста. Да, можно отлистать. Ребят, можно полистать обратно? Там, где семь узлов, да. Еще, еще. Вот здесь, наверное. Нет, следующий, вот этот. Семь узлов, где мы написали, что там 0%. Да, это просто из распределения как бы можно посчитать эту штуку. При семи узлах это все считается количество сочетаний из N по K. Порядок там не важен, где N это количество нод, а K это количество, ну, мастер плюс два бэкапа, в данном случае три. Вот при таком количестве сочетаний при любых распределениях, ну, это можно, я вручную это не считал, я написал на питоне какую-то программку, которая мне вот это все посчитала. То есть она смотрит при выходе вот любых двух нод, вот нету таких двух нод, чтобы на них были все данные при любых распределениях по партиции. Вот такая штука получилась. Но она в целом как бы похожа на правду. Спасибо. И точно последний вопрос. Вот я вижу поднятую руку. Нет, нет, ну и там, значит. У меня коротенький вопрос. Вот вы показывали на одном из слайдов время отклика от системы, 80 миллисекунд. Это вместе с обогащением данных? Да, это все вместе, но… А в таком случае, ну, насколько сложное у вас обогащение данных, потому что у вас там даталейк участвует? Не, 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 у нас все обогащение, мы, даталейк у нас как источник данных, мы все, что, чем обогащаем, оно лежит локально в Ignite. В этом как раз смысл, потому что… Ну, то есть вы заранее подкладываете данные в Ignite, да? Да, да, да. Тогда вопрос это compliance с под FT, то есть просто я помню, что достаточно сложные проверки есть, и нужно тащить практически всю базу. Еще раз извините. Ну, это compliance, да, там есть, условно говоря, проверки онлайн, есть проверки там на подозрительные операции, есть проверки, которые мы должны отчитываться перед финмониторингом. И там последний пул, он достаточно сложен для того, чтобы весь память поднять. Ну, там же у нас и всякие модельки используются, которые предрассчитывают какие-то… Ну, допустим, у вас есть там проверки из разряда проверить текст назначения платежа, не является ли это получение там каких-нибудь акций? Есть, есть такое, есть. Понятно. А какой объем памяти это занимает все в Ignite? Вот у нас 5 нот сейчас по 250 гигабайт диски, ну, и занято там, наверное, на данный момент, мне кажется, процентов 40, может быть, вот по всему этому кластеру. Это все не в оперативной памяти, то есть? Не, не, не. У нас кластер с персистенсом, да, там как бы, то есть мы, ну, он как работает? Он все то, что оперативная память, когда включен персистенс, она работает как некий кэш. Наиболее поздние вытесняются, с диска поднимается то, что там сейчас нету и так далее. То есть это вот как бы схема такая работы Ignite. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Вот это маленький вопрос, да? Друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Николай, а тебе огромное спасибо за такую интересную тему, потому что действительно очень важный инструмент, который действительно стал стандартом во многих программных решениях. Давай выберем самый понравившийся тебе вопрос и подарим подарок от Райфайзенбанка. Да, сейчас я даже, давайте самому смелому. Какому? Дмитрию, да, я правильно помню, да. Дмитрию подарок от Райфайзенбанка. Николай, тебе тоже, ты не уйдешь отсюда без подарка. Спасибо огромное. Маленький презент от конференции High Low. Супер пакетик. Спасибо огромное. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Друзья, да, добро пожаловать в дискуссионную зону. И там можно Николой задать, может быть, какие-то более серьезные, более глубокие вопросы. Спасибо большое. Было очень приятно с вами пообщаться. АПЛОДИСМЕНТЫ